Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас такая радостная программа, приятная, молодая, потому что говорить мы будем о фестивале, о всемирном, всемирном фестивале молодежи, который проходил в этом 2024 году. Фактически он открывал такое молодежное движение. И проходил он с 27 февраля по 7 марта в Сочи. Можно сказать, между двумя, даже тремя праздниками, которые так или иначе связаны с любовью, с отношением к каким-то традиционным ценностям и так далее. Ну и рад представить вам здесь. У нас сегодня будет такое парное выступление. Сначала один дуэт выступит, потом второй дуэт выступит. В первой части это Евгений Александрович Петров, который бывал здесь у нас уже в гостях. Он продвигает у нас «Готов к труду и обороне» руководитель центра тестирования ГТУ городского округа Люберцы. И я так понимаю, вы были как наставником там, или какая у вас была должность? Как участник туда поехал, но, скажем так, продвигал силовые виды спорта, ну и национальные, в частности, масс-рестлинг. Ну и, естественно, наш всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». То есть вы играющий тренер был. Ну да, играющий тренер, можно так сказать. Вот. И Василиса Чукова, студентка Московской государственной академии физической культуры, которая тоже... Как вы туда попали-то? Прыгнули где-то хорошо во время занятий или как? Как туда отбирали-то? Отбор был на самом деле большой. Подавались сначала свои достижения, потом второй этап – это была видеовизитка, и после пришло долгожданное письмо радости. А от кого письмо пришло радости? От организации, от организатора фестиваля? От организатора фестиваля. Хорошо. А что за достижения-то? Если, например, человек хорошо себя ведёт, получает хорошие оценки, вот, ну, если мы берём не спорт, да, а, я не знаю, там, вот у нас будет ещё студентка Российской таможенной академии, да, ну, там, пятёрки, например, этого достаточно или ещё, что надо было как-то особенно? Я волонтёрством занимаюсь уже больше пяти лет. То есть вы как активист волонтёрского движения? Да, прикрепляла благодарственные письма от Московской Государственной Думы, от Министерства информационных и социальных коммуникаций. То есть портфолио уже есть какое-то, да, которое можно... Ну, кстати, не зря же президент говорил, кстати, о ГТО и о других видах, что и вот сейчас ЕГЭ стали опять, да, ну, предложения, что-то надо с ним сделать, да, ну, по крайней мере, дать возможность кому-то пересдать, а некоторые депутаты пытаются предложить, ну, скажем, кто-то сдаёт ЕГЭ, а кто-то как раньше, как раньше уже не все помнят. Но смысл в чём? Что какие-то бонусы, да, люди получают. И вот в данном случае эти бонусы вам помогли в какой-то степени попасть на фестиваль. Да. Туда же как бы лучших собирают, верно? В советское время был, и сейчас есть лагерь Артек. Вот тоже мы всегда думали, что вот в Артеке самые лучшие дети, потому что попасть не было туда возможности. Ну, правда, до 90-го года. А в 90-х годах можно было любому уже попасть. Но в данном случае отбирали. Это правда вот по вашей линии? Кто отбирал? Это какая-то комиссия, штаб какой-то? Как это всё происходило? Ну, соответственно, каждый субъект, в каждом субъекте была конкурсная комиссия. У нас, в частности, от Министерства информационных и социальных коммуникаций, МИСК. И, соответственно, они получали заявки и уже на основе конкурсного отбора отбирали самых лучших. Хорошо. Ну вот вы в такой ещё футболке к нам пришли, и тут лежит ещё футболка, потому что любой праздник, я тоже помню, с каких-то мероприятий где-то всё это находится. На футболке мы видим матрёшку, и вокруг матрёшки надписи. Это уже приготовленные кем-то надписи, или это каждый кто-то писал, или это реально написанные? Когда я оказался в этой атмосфере грандиозного масштабного мирового праздника, мне пришла сразу идея. Обязательно нужно на футболке написать на всех языках мира, ну, по крайней мере, постараться спасибо. Поэтому, когда я подходил с этой футболки к иностранцам, они с удовольствием писали спасибо, говорили какие-то пожелания, даже подарки передавали. Поэтому эта футболка войдёт как в историю городского Курглюберца, Московской области. Ну и, соответственно, будет увековечена в памяти о этом прекраснейшем молодёжном событии. Ну да, время бежит очень быстро. Первый фестиваль в Советском Союзе прошёл в 1957 году. Ну, это такой был фестиваль предоттепельный, что ли. Огромное количество людей сюда приехало. Проспект Мира получил фактически своё название. Благодаря этому фестивалю было масса всевозможных и состязаний спортивных, и музыкальных. Ну, это был какой-то прям такой... Ну, тем более, это было всего лишь 4 года после смерти Сталина. Следующий фестиваль был в 1985 году. Ну, и в России уже, по-моему, несколько было фестивалей, именно в российский период. Вот скажите, Василиса, а кто приехал-то на этот фестиваль? С кем вы там, с какими людьми, с каких стран сталкивались? Молодёжь всего мира на самом деле. Больше всего мне удалось пообщаться с белорусами. Так, ну это наша родная молодёжь, можно сказать. Так же ребята... Драники, наверное, они вам там угощали. Так же ребята из Мадагаскара. Ух ты! Мы обменялись телефонами, подъехали вообще. То есть поедете теперь на Мадагаскар в гости. Так. Ну и из разных стран, так же из Подмосковья много ребят приехало. А вот скажите, пожалуйста, как вообще... Ну, была какая-то программа, как день вот ваш проходил? Каждый участник планировал свой день сам. Да. То есть была возможность... Были разные направления, да? Да, были разные направления. Можно было выбрать то, которое ближе всего тебе и интереснее всего. Подъём во сколько был? Ну, у нас завтрак был с 7 до 11. А, то есть можно было даже до 10 часов 40 минут поспорить? Да, но основная программа начиналась с 9 утра. С 9 утра, да? А когда заканчивалась? Завершалась день концертом, то есть где-то в районе 11 вечера. А кто выступал на концертах? А разные исполнители вообще. То есть это были сборные, да, такие? Ну, танцы какие-то, кто хотел, да? Естественно, да. Ну, а он был политизирован, этот фестиваль? Или это всё-таки был фестиваль общения, каких-то вот мастер-классов, как вы сказали? Каких там были мастер-классы? Там разные были. Там и направлены на обучение медиапространству, то есть ребята обучали, также рисование обучали. Ну, то есть всё то, что в общем-то можно найти в обычной жизни, но в более такой приятной атмосфере. И что-то напоминало среднее, наверное, между детским лагерем, да, таким, и студенческим лагерем. Ну, вот всё это вместе, потому что тут ещё, наверное, от организаторов. Вот старшие люди, кто вообще за всё это отвечал, кто руководил этим процессом? Ну, я так понимаю, что и администрация президента в этом принимала активное участие, и общество знания принимало в этом активное участие. Вот по линии взрослых, кто за это отвечал? Ну, соответственно, это Министерство информационно- и социальных коммуникаций, также Росмолодёжь. Они являлись главными организаторами этого прекраснейшего праздника, скажем так, молодёжи. Поэтому уровень организации высочайший, это международный уровень. Каждый иностранец, с кем я пообщался, просто в восторге. Они никогда себе не могли представить, что Россия прекраснейшая страна, и именно их вдохновила Сочи. Это олимпийское место, вот это дух спорта, это дух единения, дружба народов, это горы, это море, это прекрасный воздух чистый, прекраснейшая погода. Поэтому это их вот настолько вот так сказать... На Розу Хутору-то возили? Поразило, да. Каждый участник мог и посетить Розу Хутор, и на фуникулёре подняться в горы. Это вообще просто какая-то, наверное, одно из чудес света, как минимум, но и прекраснейшее место в копилку вообще самых прекрасных мест России. И Сочи так немножко почистили, я думаю, да, подготовили. Всё-таки не совсем сезон-то вы приехали. Ну да, это, конечно же, не сезон всё-таки, но комфортная погода, порядка 10-15 градусов, ни жарко, ни холодно. А где жили? Разных местах? Да, это разные места. Мы, в частности, в Сочи парк-отель. А, ну это где-то там рядом, да? Да, прямо возле Олимпийского парка, прямо рядом со всеми объектами. То есть там есть объекты, которые ещё строятся, то есть в Сочи не останавливаются на развитии, туда большие инвестиции вложены. То есть там очень много будет спортивных мероприятий проходить, в частности, чемпионат России по футболу на стадионе Фиш постоянно проходит. Поэтому это прекрасное место не только для отдыха и спортивного там как-то туризма, но и для культурных, спортивно-массовых мероприятий. Ну, я скажу, что и сам Фиш, он же как-то его можно там, он как бы собирается, раскладывается. Вот, и так далее. Я вот тут вспоминал, что мне повезло, я на Афиште был во время чемпионата мира по футболу 18-го года, когда наши, к сожалению, проиграли хорватам и дальше не пошли. И это, конечно, невероятное ощущение, только-только вот огонь ещё сочинской Олимпиады, да, 14-й год, а тут в 18-м новое событие. Я так понимаю, что там ещё остались чемпионаты мира, да, талисманы, я видел фотографии, да? Волк-забивака, да. Как кормили? Кормили хорошо. Какой был принцип? Что дадут или можно было выбрать? Можно было выбрать. Да, всё проверено, всё. И вот тоже была какая-то система, несколько часов можно было, да, выбрать? Да, получается, завтракали мы в отеле, а уже обед и ужин был на территории Сириуса, но выделялись для каждого участника определённое время, когда можно было пообедать и поужинать, но также параллельно работала полевая кухня, то есть на полевой кухне можно было прийти в любое время. Кашка с хлебом, уже может быть лучше. Вот скажите, такой вопрос, там же море, насколько нам известно. Приезжать на море в марте, даже в феврале, как-то, конечно, ну, обидно, наверное, что нельзя было-то покупаться. Да? Было желание? Было желание, но вода холодная была. Ну, я понимаю, что, ну, то есть, особенно для тех, кто впервые приехал в Сочи, да, для которых Сочи ориентируется, ну, ассоциируется всё-таки. Вот. Но, может быть, в будущем, значит, будут такие технологии, что для особо важных, значит, соревнований, конкурсов, может быть, подогревать как-нибудь берега, чтобы хоть немножко покупаться. Ну, и давайте к Евгению ещё такой вопрос. Всё-таки вы у нас занимаетесь ГТО, человек ответственный за спорт. Там же и соревнования, наверное, какие-то проходили. Да, конечно, это, в частности, прошёл всемирный забег молодёжи навстречу друг другу. То есть, каждый участник, независимо от уровня подготовки, мог принять участие, предоставив просто справку. То, что он может бегать. Да, то, что он может бегать. О состоянии здоровья. То есть, иностранцы выстроились в одной части автодрома Сочи, все русские участники, соответственно, в другой части. Мы километр бежали навстречу друг другу, а потом был масс-старт на 3,5 километра, когда мы в общем порядке побежали как будто на чемпионате мира. То есть, самые лучшие участники были награждены памятными призами. Также от городского круга Люберца я для них подготовил памятные призы, поэтому они, скажем так, Люберца запомнят навсегда. Так, хорошо. Вот, я также в этом забеге поучаствовал и вот такую вот памятную медаль, скажем так, завоевал. Там поднимать её, зафиксировал. Да, зафиксировал. Вот она в копилку городского круга Люберца добавляется. Навстречу друг другу. Ну, не столкнулись хоть, нет? Нет, всё хорошо вообще без каких-либо происшествий, всё прошло отлично. И самое главное, была невероятная атмосфера на финише, когда вручали медаль, когда получал каждый участник банан и водичку. То есть, сразу, чтобы восстановить силы. И каждый желающий мог обменяться флагами. Соответствующими. Соответствующими, да. Ну, я думаю, там много, наверное, всяких вот, помимо ваших футболок, да, одна вот лежит на столе у нас, где реальная автографа, это не принт, как сейчас говорят, да, то есть это реальная автографа людей, надписи и так далее. Было многие, наверное, какие-то пожелания и так далее. Василиса, а вот люди там как-то же общались, насколько мы помним, молодёжь, она же ещё имеет такое свойство влюбляться, знакомиться. Что-то там было такое? Может быть, не с вами? Было. Было, да? То есть, некоторые уехали больше, чем друзьями, да? Конечно. Вот. А если это, например, происходит с разными, ну, один живёт на Мадагаскаре, а другая живёт в Люберцах, как быть тогда? Обменяться телефонами и поддерживать общение. Да, там как карта ляжет, да, кто его знает. Мадагаскар тоже красиво, хорошо. Ну, мы сейчас идём к финалу, и вы держите Чебурашку, я же не могу не спросить. Мне кажется, что Чебурашка у нас с Сочинской Олимпиады как бы вернулась в историю. Чебурашка и для меня, и для многих наших телезрителей такой вечный талисман. Кстати, очень такая весёлая она у вас. Это за что? Это вы купили там или как? Нет, каждому участнику выдавалась Чебурашка, и потом в один из них происходил обмен Чебурашками. Я поменялась девушке, которая живёт в Чувашии. А вы ей отдали свою Чебурашку. А у вас что, была какая-то другая, беленькая Чебурашка? У меня была чуть светлее. Чет светлее, шатенка. Да. Отдали, да, в Ренетку, понятно. А просто Чебурашка или какие-то имена ещё нет? Ничего? Нет, имя сами придумали. Ну и теперь тоже вот как воспоминания будет. Ну вот давайте завершать, Василис, для вас. Что такое фестиваль? Вы же понимаете, за 15 минут нашего общения мы не в состоянии всю картину. Ещё сейчас ваши коллеги придут, будем с ними говорить о молодёжных, как там все отдыхали. Мы же не можем при таком серьёзном человеке, как Евгений Александрович, тайно узнавать. Для вас чем фестиваль запомнился? Для меня фестиваль, мне кажется, останется на всю жизнь запомниться. Я приобрела много новых знакомств, получила какие-то новые знания, также поделилась своими знаниями с другими людьми. Я думаю, что для каждого человека он был по-своему полезен. То есть это здорово, да? Да. Ну а вы, Евгений? Я, так как уже был в 2017 году, проникся ещё раз той же атмосферой и зарядился ещё больше энергии, и готов заряжать этой энергией всех окружающих. Понятно. То есть это ещё не одна футболка впереди? Я думаю, что мы их обязательно, я их размножу, потому что у меня очень много контактов тех, кто их оставил, и они хотели бы её получить. Поэтому я этим вопросом обязательно займусь и обязательно разошлют консумеров. А, они получат, да. Да, конечно. А это мой автограф, понятно. Спасибо большое. Мы благодарим, что нашли время рассказать. Вы там ещё, вот это, я так понимаю, официальная проходка, да? Это... Покажите нам, а то мы так уйдём. Это у нас официальная, получается, аккредитация. Соответственно, здесь есть памятные значки. Ну это вот седащие советских времен. Скажем так, так принято, да, так было принято, и так будет принято. Можно эти значки вешать на аккредитацию. Ну и, соответственно, если есть желание, с иностранцами можно обменяться. То есть памятными. То есть вот здесь вот у меня... Вам что, вы давали значки, чтобы вы менялись? Какие-то можно завоевать, какие-то можно заслужить, а какие-то можно получить бесплатно. Во как. Ну здорово. Ну вот, например, вижу даже отсюда, там значок вот того самого первого фестиваля 57-го года. Круглая ромашечка. Ну, он потом менялся, менялся, менялся. Спасибо вам большое. С вами мы прощаемся. Напомню, что в гостях у нас был Евгений Александрович Петров, руководитель Центра тестирования ГТО Городского округа Луберца, участник Всемирного фестиваля. Ну и Василиса Игоревна Чукова, студентка Московской... Уже теперь Игоревна, потому что все-таки после фестиваля. Студентка Московской государственной академии физической культуры. Рассказали нам о своем участии в Всемирном фестивале молодежи этого 2024 года. А во второй части еще две студентки придут нам и покаяться о том, как же там проходила культурная часть и развлекательная. Делаем паузу и вернемся в студию «Открытого диалога». Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Мы как бы с вами сейчас виртуально перемещаемся на тот самый фестиваль, который, правда, уже закончился, но для многих он остался, как и в записях. Все можно найти в интернете. И телевидение очень активно показывало всевозможные события с этого молодежного форума и открытия, мы помним, и участие президента. И, конечно же, очень важно, что те ребята, которые там побывали, наверняка для них это в любом случае в памяти останется. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но это уже история. И вот немножечко исторических фактов, связанных с фестивалем. Мы попросили рассказать наших еще двух участников сегодняшней встречи. Представляю вам гостей нашего второго тайма. Это Александр Агафонов, студент Российской таможенной академии и председатель Совета обучающихся таможенной академии. А также Вероника Суровцова, Российский университет спорта. Она представляет Гацалифк. И говорить мы будем тоже о фестивале студентов в Сочи. Ну, давайте обсудим с вами, прежде всего, как вы туда попали. Начнем с вас, Вероника. Тоже писали, какая вы хорошая. О фестивале, да, я узнала из интернет-источников изначально. Подавала в общей массе претендентов на звание. А ты думала вообще, что попаду? На самом деле, да. Я была уверена в том, что я попаду, потому что очень активная проектная деятельность, активная жизненная позиция в том числе. Но благодарна, наверное, и администрации, и организаторам фестиваля за то, что среди многих тысяч участников... Заметили. Да, заметили. И мы вошли в число порядка 300 участников от Подмосковья. Поэтому наша такая... Эта цифра вроде как и большая, но и не очень. 300 человек для Подмосковья – это, по-моему, маловато. А сколько всего было участников фестиваля? 20 тысяч участников. 10 тысяч российских участников и 10 тысяч иностранных. Это без начальников, я имею в виду, да, только дети? Ну, в смысле студенты? Только участники, так, порядка 50 тысяч совместно с организаторами, волонтерами. С поварами. Да, персоналом. Со служащим персоналом. Волонтеров, насколько я помню, было порядка 5 тысяч, да? Да, 5 тысяч волонтеров. Саша, а волонтеры – это люди, которые просто помогали вам ходить туда-сюда, да? Да, да, соответственно, помогали нам с навигацией, рассказывали, показывали, что где находится, контролировали, в том числе, наши участия на этом мероприятии. То есть я так понимаю, что это те люди, которые тоже хотели попасть, но не попали и сказали, а хочешь поволонтерить? Наверное, так было. Возможно, это один из путей их попадания, скажем так, на фестивале. Вроде тоже на фестивале, но немножко работали. Да, в другой роли. Вы же как бы отдыхали на фестивале или как? Или тоже работали? Скажу, наверное, что и отдыхали, и работали в плане набирания опыта, какого-то получения практических знаний и навыков. Ну, сейчас вы расскажете о программе, как мы спрашивали в первой части. Вы, Александр, как попали? Я также заполнял заявку. Вы сами или кто-то заставил вас, говорит, поедешь от таможенной академии, ты у нас являешься председателем совета обучающихся вперед? Ни в коем случае. Желание было исключительно добровольным. У нас от академии всего было 15 участников. Я, наверное, скажу, что это достаточно много от одной академии в рамках Москвы и Московской области. И, наверное, я стал одним из счастливчиков, которому все-таки удалось пройти в финальный этап. Также, наверное, как и Вероника, скажу, что я был достаточно уверен в своих силах. Я подавал заявку и на участие во фестивале, в принципе, и еще и на программу амбассадорства. В целом я прошел и туда, и туда. В программе амбассадорства мы освещали, скажем так, всю жизнь в наших социальных сетях. Это и различные посты, и картинки, и фотографии. Как медийщик, да? Да, да. Опять же, мы освещали, рассказывали, показывали, что на фестивале происходит. Одним словом, то есть это как бы была и работа, и одновременно отдых. А как вообще строился день? Изначально день строился у амбассадора в том числе и у участников. Это с очень раннего подъема были, проходили зарядки. Ранее этого сколько? Для кого как? Зарядки все. До 11 же работал завтрак-то. Я бы вставал в 10.45. Очень бы хотелось, но у нас были зарядки с олимпийскими чемпионами в 7.30 утра. И что, это ради зарядки идти смотреть на этого олимпийского чемпиона, что ли? Признаюсь честно, не на все зарядки я сходил, но несколько я посетил, и было достаточно интересно, честно. А это как в старых советских фильмах, то есть огромное количество молодых людей делают одни и те же движения. Вот так, да, это было? Да, вполне. В том числе, да. Можно и так объяснить. Около сцены большое количество людей, олимпийские чемпионы показывают нам правильное выполнение упражнений тех или иных, и мы повторяем их. То есть теперь вы дома сами делаете зарядку, вспоминая, как вы делали тогда, да? Конечно, с иностранными участниками совместно. По видеосвязи. По видеосвязи, хорошо. Потом завтрак. Обязательно. Что на завтрак давали? У нас был шведский стол, не знаю, как у вас. Шведский стол, точно так же. Мы набирали себе всё, что можно – сырнички, блинчики, фруктики, салатики, всё, что хотим. То есть у вас так, я смотрю, блинчики как-то… Я думал, салат весенний, борщ и какая-нибудь котлета. Но это, правда, не завтрак, да? Это относится к стереотипам про Россию, которые потом были развеяны, да, на закрытии. У меня ж не было на фестивале, поэтому я его знаю. Хорошо. Потом, я так понимаю, у вас была программа, ну, амбассадоры – это как бы обслуживающие, да, в данном случае, персонал событий, которые должны красиво их подать. А сами события, что там происходило, с кем были встречи, какие были мастер-классы, может быть, форумы, ну, мини-форумы какие-то были. В зависимости от того, какие направления для себя сам выделяет участник, он мог посетить как образовательные, культурные, спортивные мероприятия. Ну, вы посещали что-то личное? Да, безусловно, и образовательные мероприятия для меня были в приоритете, и в том числе спортивная программа, так как занимаюсь проектной деятельностью именно в сфере спорта. И кто выступал там перед вами? Что это за люди? Это в том числе олимпийские чемпионы Ирина Вина-Русманова. Потрясающая была лекция в рамках данной программы. И также многие деятели физической культуры и спорта. Ну, то есть, как бы спортивные боги в данном случае снизошли до начинающих, в общем-то, спортсменов. Причем спортсменов я тут уже рассматриваю не только как спортсменов, но и как будущих и спортивных чиновников, и тренеров, и людей, которые будут заниматься спортом. Потому что фестиваль – это же тоже спортивная составляющая. Слово о спорте. Мы посетили мастер-класс по керлингу. Моя мечта. Скажите, ну... Наверное, по телевизору, когда ты смотришь на эти состязания, кажется, просто труд лед. Ну, казалось бы, ну что там делать? Мы настолько там устали. Это было сильно. Я не знаю, занимаешься ли ты керлингом или нет, но мы устали. Мы поняли, что это не так просто. Интересно. Ой, безумно интересно. Наверное, наша мечта сбылась. Ну, вы проиграли, конечно. Нет. Две из трех эндов, они там называются, мы выиграли. Все было хорошо. А хотя бы какого-нибудь иностранного таможенника вы встретили там, коллегу? К слову, нет. И даже поисков не было. Даже поисков не было. А вообще, как профессиональная принадлежность, кто на что учится, были какие-то обсуждения? Ты там на кого, ты на кого? Как там происходило? Ну, только если в личных диалогах, соответственно. То есть не было такого профессионального деления, да? Хорошо. Все-таки вы люди молодые, и, слава богу, начальника сейчас такого среди вас нет, который у нас был в первой части. Мы же прекрасно понимаем, что есть специальная программа, но все равно это знакомство. Наверняка у кого-то, может быть, вспыхнули какие-то чувства, и они сейчас будут продолжаться на уровне переписки или встреч каких-то. Вот скажите, вот эта программа, которая неофициозная, вот она была там, пели где-то, может быть, ходили в гости друг к другу? Или гоняли вас там, чтобы вы все в номера возвращались в 9.00, все закрывалось, забивалось досками и все? Ну, на самом деле, я, наверное, скажу, что неофициально... Сейчас уже можно рассказывать. Да, тут расскажем все открыто. Да. Открытый диалог. Программа была насыщенная, и то есть мы посещали мастер-классы, к слову сказать, были на встрече с участниками специальной военной операции. Так. Им был задан вопрос, почему они вообще встали на защиту нашей Родины. Ответ был как никогда прост. Кто, если не мы? Наверное, меня лично это зацепило. Для всех людей, которые живут в стране, это вполне нормальный вопрос. Но это такая серьезная составляющая, и, конечно же, определенная гордость, и наверняка представители других стран, дружеских, и, кстати, были представители недружеских стран, потому что каким-то образом приехали. Есть определенные молодежные, ну, скажем, проблемы и так далее. Но все-таки молодежь еще имеет и развлекательную составляющую. Как вы развлекались там, как вы знакомились, как вы, ну, я не знаю, там же алкоголя-то не было, какой алкоголь ни в коем случае. Но как-то же надо было веселиться. В разговоре, личное общение, безусловно... Костры жгли. Костры не жгли. К сожалению, это запрещено. Обменивались различным опытом культурным и в целом жизненным. Чебурашным. Чебурашным опытом. А как вот день... Ну, вот хорошо, мы поняли, обед был, да? После обеда еще какая-то программа. А когда вот вечером начинается программа развлечений, во сколько она начиналась? Была такая какая-то? Концерты начинались, насколько я помню, в 21, около 9 вечера. Ну, на концерты же не все ходили. Что там делать, да, на концертах? Не все ходили, но мы на концертах познакомились с девушкой из Кореи. И в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи мы будем обмениваться, чем вы раз. Тем более она вам расскажет, что такое айдол, да? Настоящий корейский. Вот. Я имею в виду, это было... Личностное общение было. То есть увез кто-нибудь с собой что-то в сердце. Не из вас, может быть, а из ваших знакомых. Вы же как-то там, как, по отрядам возделили? Какой был принцип? По командам. По командам. Сколько команде человек было? Порядка 20, насколько я помню. А, ну 20-то много. Ну, такая студенческая группа, грубо говоря. Ну, мы же студенческий фестиваль разбираем. Вот. То есть какие-то чувства должны были вспыхнуть между 20 человеками, ну, хотя бы у двух? У каждого региона были подшифтные страны, к ним прикреплялись наши иностранные гости, которые их потом курировали. Поэтому организовывались различные мероприятия, в том числе и обмены, культурные песни, пляски. Ну, и там уже на этом. И экскурсии, и завязывались различные знакомства, которые потом... Ну, за ручку кто-нибудь ходил потом? Конечно. Ну, вот я же об этом и веду. Это самое главное. Ну что, мы завершаем. Давайте подводить итоги. Каждый пусть скажет. Начнем, наверное, с Александра. Что для вас этот фестиваль? Для меня фестиваль – это большая возможность научиться чему-то новому. Посещенные мастер-классы я, по крайней мере, попытаюсь как-то применить в своей деятельности в Академии. Это обмен опытом, знакомство и просто море эмоций. А ваше? Для меня это, в первую очередь, знакомство. Знакомство с людьми из других стран, с другим мировоззрением, которое потом можно будет применить и в своей собственной жизни, в своих проектах, и на благо развитию нашей страны. Ну что ж, спасибо огромное. Напомню еще раз, что гостями нашей программы были студенты Российской таможенной академии Александр Агафонов и Вероника Суравцова, Российский университет спорта. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.